Всем привет! Это видео записывается специально для канала Банковский. Сейчас я вам расскажу о стоимости годового обслуживания по карте МИР. Ну, начну с того, что карта МИР имеет три классификации, да? Золотая карта, классическая карта и социальная карта, либо же пенсионная, как ее называют, да? Золотая карта это для, как говорят, вип-клиентов, да? Кто-то хочет отличаться от основного контингента. И, соответственно, таким людям придется за карту заплатить. Годовое обслуживание у такой карты составляет 3000 рублей. Ну, а если такую карту выпускают для зарплатников, то тогда у них годовое обслуживание абсолютно бесплатное. Далее есть классическая карта МИР. Ее могут также выпустить все, в принципе, да? Годовое обслуживание у данной карты за первый год составляет 750 рублей в год, а с второго года уже по 450 рублей годовое обслуживание. Замена карты по истечению срока бесплатна. И также сам выпуск бесплатный, но сразу за год нужно внести денежные средства. Также, если вы будете подключать мобильный банк, то стоимость будет 30 рублей в месяц. Ну, и также, что касаемо зарплатников и бюджетников, да, то для них выпуск данной карты и годовое обслуживание полностью бесплатно. Ну, за исключением мобильного банка, если они хотят его подключить. Ну, и самый бюджетный вариант, да, это пенсионная либо социальная карта МИР, которая выпускается бесплатно, у нее нет годового обслуживания. За исключением того, что вы можете подключить себе мобильный банк, он будет стоить 30 рублей в месяц точно так же, как и для классической карты МИР. Но плюс в том, что вы не будете платить ни за год, ни за месяц, да, за данную карту. На то она и называется социальная и пенсионная, если вы будете на нее получать там только пенсию, там, да, либо какие-то соц. выплаты. Поэтому вот если брать с такого расчета, да, то это считается как бы самое выгодное. То есть вам пенсию прислали, вы ее сняли, и как бы на этом все, да. Никаких действий дальнейших с картой вы не производите. И никаких дополнительных перечислений, начислений вы не совершаете. Поэтому выбор того, какую карту вам лучше оформить, там, золотую, классическую, либо социальную, зависит от того, какие у вас потребности. Потому что у каждой карты есть какие-то свои критерии по переводу денежных средств, да, какой процент будет по снятию, пополнению, то есть какой лимит у вас будет на перевод денежных средств, на оплату в магазинах и так далее, и так далее. То есть давайте я вас сейчас немножечко ознакомлю, предоставлю вам информацию по лимитам на данные карты. Ну, теперь вы ознакомились, да, со всеми критериями данных карт, и уже можете сами сделать выбор, какая вам больше подходит. И по внешнему виду, да, как некоторые выбирают, и по условиям самой карты. А это видео снималось специально для канала «Банковский». Ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты представлены в описании. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!